Всем привет, призыватели! Сегодня поговорим о 10 сломанных чемпионах на верхней линии в патче 11.6. Ну что же, поехали! Начнем с Гнара, который залетел в топы пиков и держится довольно уверенно. У Гнара есть все, что нужно на данный момент. Возможность харасить, эскейп, врыв и даже массовый контроль. Его проблема же в том, что Гнар довольно сложный чемпион и требует понимания чемпиона как своего, так и вражеского. На линии как рейндж-чемпион у вас зачастую будет преимущество, а в ярости и с кастоломом от вас уже будет невозможно уйти. Фиора всегда была достаточно хорошим дуулянтом, а с ее мобильностью она не дает и шанса уйти противнику, а Вэшка дает возможность избежать урон или даже контроль. Более того, с ее отъелом с предметов или ульты это сделать не так уж и трудно. И, кстати, да, на ульте можно сбить сразу два стака с одной кушки. Да, главное не забудьте затарить Потрошитель, Гидру и Стырат. Они и дадут вам возможность жить в замесах и выцеливать свою цель. Камила хороша на Хайэлла и это неудивительно. За нее тяжело играть и нужно уйму времени, чтобы научиться делать все правильно. Мобильность и Тру Урон у нее тоже высоки, а с возможностью хороших трейдов на линии вы не будете оставлять ей шансы на победу своему оппоненту. На ней главную роль играет опыт игры, поэтому практика и еще раз практика. Дариус частенько появляется в топах на топе и это далеко не просто так. Его возможности в контроле врага на линии и разменах можно даже не упоминать. В тимфайтах он также хорош. С Кастоломом и Броню Мертвеца уйти от него станет еще труднее, а чтобы не умирать, вы будете брать шиповку и горгульем. Да, чтобы разбивать лица врагов, вам предмет он урон и не нужны особо. Все необходимое встроено в самого Дариуса. Ривы на топе даже в свои худшие времена была сильна в правильных руках. Ее мобильность не дает как догнать ее, так и уйти от вас. Танкованность у вас тоже есть, в основном благодаря Ешке. Щит плюс рывок с КД меньше 6 секунд это довольно сильно. Главное на ней это научиться правильно выдавать свои простые комбо. Жить и убивать в файтах вам поможет Потрошитель, Гидра и Стерак. Итак, благодаря нерфам брузеров и усилению танков, Мальфит вырвался в лучшие пики, но и без этого он был на высоте. Главная его особенность на лайне это возможность безнаказанно харасить своего врага с помощью кушки, но Комета ему с этим помогает. Он является довольно хорошим пиком, также потому, что является довольно простым чемпионом, а убить в начале его ну уж слишком тяжело. В тимфайтах вы тоже всегда будете полезны, даже если проиграли свой лайн. Да, речь пойдет о Гарене. Этот чемпион реально может крутиться и влетать в толпу, а благодаря Костолому от него будет уйти очень и очень непросто. При этом демоситься не так же просто убить, ведь предметы на танкованность и скорость передвижения попросту не дадут это сделать. К тому же Гарен довольно простой чемпион, и на лайн фазе проиграть им довольно трудно, ведь даже если вас давят, то с помощью пассивки вы легко отхилитесь. Танкованность и дамаг имеет также и Ургот. Начиная с лайн фазы уже начнете неслабо так просаживать врага. Пусть и небольшой рейндж, но все же он присутствует. Ваша сила сильно возрастает с шестого уровня, ведь тогда врагу придется дважды думать, может ли он принимать даже те же самые размены. В тимфайтах же вы будете достаточно танковиты и иметь при этом высокий урон, а благодаря Гидре ваш урон возрастает в разы, а Костолом не достойте им. Поппи – это тот чемпион, которого сильно ценят в Хай Элла. Мобильность, контроль и возможность выкинуть врагов. На лайн фазе убить вас будет почти нереально, а урон с вашего прокаста слишком высокий для танка. Главное – впечатать врага в стенку. В тимфайтах и на объектах вы спокойно можете выкинуть часть вражеской команды, что даст вам больше преимущества в файте. Ноктюрн все еще не часто гость на топе, хотя на данный момент он очень хорошо себя там показывает. Щит от умений, фир, мобильность и отхил – все это дает ему возможность доминировать над своим оппонентом. Но главной фишкой Ноктюрн остается то, что вы можете запушить лайн, а после зароумить через ульту. Враги не смогут спокойно уйти от вас и вашего эфира, ведь в этом деле нам снова помогает Костолом. Ну а в крайнем случае можно дать ульту и в уходящего на лайне. А кого вы берете на топ? Рассказывайте в комментариях о том, кем именно вы уничтожаете на своем Элла. Ну что же, а также не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. А по ссылке в описании или закрепленном комментарии вы можете поддержать наш канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok